Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашборд. С вами я, Юрий Гемельфард. Сегодня четверг, 23 февраля 2023 года, 365-й день войны путинской России против Украины. Время 7 часов 16 минут по Киеву и Иерусалиму. И мы начинаем наш традиционный ежедневный обзор новостей. Мой друг и соведущий этой рубрики Руслан Рогованов в настоящее время не может принять участие в передаче. Он в служебной командировке, но понятно где. Давайте пожелаем ему скорейшего возвращения, живым, здоровым, невредимым и, конечно же, с победой. Ну а сейчас мы приступаем к нашему обзору. Итак, сегодня, еще раз говорю, 365-й день войны. Год. С завтрашнего дня пойдет второй год этой подлой войны. И вот к чему мы пришли. В вечернем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский сказал, что сейчас в Украине формируются новые бригады гвардии наступления и поблагодарил бойцов ВСУ, которые защищают Украину на Донецком и Луганском направлениях. Россия продолжает свою террористическую тактику и об этом заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Дело в том, что Украина должна готовиться к ударам по транспортной и гидротехнической инфраструктуре. Позвольте цитату. Россияне увидели, что не смогут устроить в Украине зимний блок-аут. Световой день становится длиннее, энергопотребления меньше, поэтому, скорее всего, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры. В то же время враг намерен переключиться на попытки уничтожить другие критические объекты, транспортную и гидротехническую. Ну, что я могу здесь сказать? Вот на этом давайте остановимся чуть подробнее. Дело в том, что вот мы в Израиле хорошо знаем эту террористическую тактику Хамаса, исламского джихада и так далее, которые просто лупят по объектам гражданской инфраструктуры, не разбираясь. Иными словами, Россия в очередной раз подтверждает свой статус государства-террориста. Тут не надо сомневаться. И в этом отношении я просто предлагаю задуматься людям во всем мире. Но кому-то еще что-то непонятно в отношении того, кто засел в Кремле. По-моему, тут совершенно все очевидно. И питать какие-то иллюзии нет ни малейшего смысла. С другой стороны, совершенно правильно поступает Владимир Зеленский, который отказывается от переговоров с Владимиром Путиным. А какой смысл говорить не просто с террористом, а с недоговороспособным террористом? В этом, опять же, следует учитывать опыт Израиля, который не ведет переговоры с террористами. Это бессмысленно. Далее интересная новость пришла из Чехии. Дело в том, что стало известно, откуда. И господин Коношенков, он рассказывает сказки о том, что было уничтожено 100-500 РСЗО «Хаймос», отдел «Вокчин». Вот то, что вы сейчас видите, это кадры, которые сделали Чехии. Оказывается, компания из Чехии, она наладила производство надувных приманок, которые отправляли в Украину. И российские доблестные, так называемые вооруженные силы, они просто-напросто покупались на вот эти вот надувные муляжи, наносили по ним страшные удары, кошмар, кошмарные удары. Но в результате ни один «Хайморс» уничтожен не был. Я имею в виду реальный «Хайморс». А вот в этом месте, друзья мои, я тоже предлагаю вам задуматься. Вот это чего же стоит российская разведка, которая просто-напросто покупается на такие дешевые трюки? Ну, что называется, друзья? Я всегда говорю, выводы делать только вам. Далее стало известно, что вообще очень такая интересная пришла новость о том, что господин Медведчук опять хочет быть украинским нардепом. Оказывается, Медведчук подал иск против Верховной Рады относительно отмены признания незаконной процедуры лишения его мандата. Ну, знаете, ребята, ну это уже сюр какой-то. Я уже, откровенно говоря, даже не знаю, как это надо комментировать. Ну, я могу лишь порекомендовать господину Медведчуку подать иск в спортлото. Это будет самое правильное. Далее стала известна еще одна очень интересная новость. Дело в том, что белорусские пограничники подали жалобу. Они жалуются на украинских пограничников, что якобы те показывают им неприличные жесты. Дорогие мои, я, откровенно говоря, не очень понимаю, что в этих жестах неприличного. Но очень чувствительные белорусские пограничники, они вот на эти жесты ужасно обиделись и начали на это жаловаться, что подают вот такие жесты. Я очень попрошу вас, дорогие друзья, пожалуйста, напишите в комментариях. Я имею недостаточно образования для того, чтобы понять, что там за жесты такие. Это удивительно. Не понимаю. Не понимаю. Друзья мои, это все, что я сегодня хотел вам рассказать. Я благодарю всех, кто помогает спецподразделению ХОРФ и приношу извинения за то, что не имею возможности оперативно обновлять данные по вашим донатам. Без Руслана я это сделать не могу. Сейчас, еще раз говорю, Руслан Рогованов по понятным причинам передать мне цифры помощи не в состоянии. Я приношу вам извинения за задержку с обновлением информации, но прошу вас, пожалуйста, помогайте спецподразделению ХОРФ. Это необходимо для того, чтобы Украина раз и навсегда покончила с российскими террористами. Именно сейчас Украина находится на передовой борьбе с терроризмом, с реальным государственным терроризмом. И я благодарю Украину. Спасибо. Спасибо, панове, украинцы. Спасибо, пановные пановы. Слава Украине. До встречи, друзья. До завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok